У актёра и шоумена Владимира Зеленского нет опыта в политике. Но президентом он уже успел побывать. На экране. А сейчас он уверенно лидирует в первом туре нынешних президентских выборов. По предварительным данным ЦИК, Зеленский набирает около 30% голосов. Правда, этого недостаточно для победы, поэтому через три недели украинцев ждёт второй тур. Послушайте, я не собираюсь воевать с обществом. Я не буду призывать людей устанавливать палатки и устраивать акции протеста на Майдане, чтобы защитить свою персону. Я не буду этого делать, если украинцы против меня. Человеческие жизни – это самое важное. До последнего сохранялась интрига, кто же станет соперником Зеленского во втором туре. Тяжёлым уроком для себя и своего штаба назвал итоги голосования действующий президент Пётр Порошенко. Он вышел во второй тур, но, по предварительным данным, он набрал в два раза меньше голосов, чем Зеленский. Я не ощущаю никакой эйфории. Я критически и трезво вижу, в чём смысл сигнала, который общество сегодня подало действующим властям. Это тяжёлый урок для меня и для всей команды. Это серьёзный повод для скрупулёзной работы над ошибками, совершёнными в последние годы. Но только те, кто не делает, ничего не допускают ошибок. Третьей в президентской гонке финишировала Юлия Тимошенко, уступив Порошенко более 3%. Избиратели говорят, что итоги голосования сюрпризом для них не стали. Если честно, абсолютно никак не удивили результаты. В принципе, все мы знаем, какие были рейтинги у кандидатов до выборов. И ничего удивительного не произошло. Конечно, хотелось бы, чтобы немножечко другая картина была, чтобы другой кандидат вышел во второй тур. Но что есть, то есть. В следующий раз украинцы пойдут на избирательные участки 21 апреля. Перед вторым туром Порошенко предложил провести дебаты. Зеленский заявил, что готов к такому сценарию и согласился воскресить шпаги с действующим главой государства.